Помощь Донбассу. Сегодня в Донецк прибыла первая в этом году колонна с продуктовой помощью Рината Ахметова. С начала военного конфликта мирным жителям по обе стороны линии разграничения раздали более 11 миллионов наборов выживания. Это самая масштабная гуманитарная миссия на востоке страны. За движением машин наблюдал Ростислав Сысоев. Логистическая база в Днепре. Ранним утром в машины загружают 420 тонн продуктов. Все прошли проверку качества и соответствуют требованиям гуманитарной помощи. Последние приготовления и колонна, которая везет помощь Рината Ахметова, отправляется на Донбасс. Впереди сотни километров. Погода, конечно, не особо летная, шутят водители. Местами туман, снег с дождем. На некоторых участках трассы гололед. На границе Днепропетровской и Донецкой областей колонны с гуманитарной помощью по традиции притормаживает. Посмотреть состояние автомобилей. Останавливаемся всегда, постоянно здесь. Колесо подкачали, просто колесо. Все сделано, все можем ехать. За два с половиной года работы штаба это 282-я по счету автоколонны с продуктами. Помощь Рината Ахметова спасла жизни более чем миллиону человек. Дети, старики, инвалиды. Самые нуждающиеся мирные жители Донбасса получили более 11 миллионов продуктовых наборов с начала военного конфликта. Ринат Ахметов неоднократно заявлял, что помощь жителям Донбасса будет доставляться до тех пор, пока в ней будет необходимость. По последним данным Организации Объединенных Наций, гуманитарной помощи в Украине нуждается почти 4 миллиона человек. Эта цифра четко свидетельствует о том, что помощь является главным средством выживания мирных жителей Донбасса. Во второй половине дня машины уже на линии разграничения. Проходят таможенный досмотр на КПВВ Новотроицкое с необходимым пакетом сопроводительных документов. По прибытию колонны в Донецк волонтеры на Донбасс-арене сформируют 42 тысячи взрослых и детских продуктовых наборов.